На сегодняшний период приходится о пик простудных заболеваний. Чтобы у РВИ и грипп не вызвали осложнение ковидом, врачи рекомендуют уже сейчас заниматься укреплением своего иммунитета. Как не заболеть простудой, как поддерживать в тонусе иммунную систему в домашних условиях, узнавала Гульдана Каленкоза. Чтобы не заразиться, находясь рядом с больным у РВИ или же гриппом, мы порой думаем, что достаточно попрызгать антисептиком и надеть маску. Но важно понимать, что только этих действий здесь мало. Врачи рекомендуют укреплять свой иммунитет в первую очередь. Иммунитет представляет собой систему в организме человека, которая работает как защита от посторонних инфекций, бактерий и микробов. Он способен определять, обезвреживать и изгонять из организма посторонние вирусы. Однако стрессы, перенапряжение, низкая двигательная активность становятся одной из причин ослабления иммунной системы. И по словам врачей, в вопросе укрепления иммунитета все очень просто. Нужно придерживаться здорового образа жизни. Значит, у каждого человека есть свой иммунитет же, у каждого человека, он должен этот иммунитет на человека работать. У кого ослаблены иммунитеты, вот в основном, вот в этот период, я же говорила, здоровый образ жизни, правильное сбалансированное питание и плюс прием этих витаминов, поливитаминов. Витамины группы С надо обязательно принимать. К слову, витамин С относится к числу водорастворимых витаминов и содержится во многих продуктах питания. Самыми богатыми источниками данного витамина являются фрукты и овощи. Со слов врачей, его потребление положительно влияет на качество кожи, а также улучшает работу иммунной системы. Помимо правильного питания, специалисты рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе, часто проветривать помещение и, конечно, добавить физические нагрузки. Что касается последнего, то, со слов специалистов, кардиоупражнения подходят не всем сразу, поэтому важно начинать с силовых тренировок. В нашей тренировке нужно, чтобы движения были не только тяговые, но и жимовые. Поэтому здесь отлично подойдут отжимания. На вдохе опускаемся вниз до касания грудной клетки, а на выдохе поднимаемся вверх. Вдох и выдох. Это упражнение хорошо прорабатывает грудные мышцы, мышцы рук, а также мышцы плеча. И стоит помнить, что перед каждой тренировкой обязательно нужно проделывать разминку. Это способствует лучшей подвижности суставов и нормализации кровотока. Таким образом, придерживая здорового образа жизни, нормализовав сон и добавив в свой рацион питания, обильное питье и нужные витамины, вы способствуете укреплению своего иммунитета. Продолжение следует...